Я хочу работать, но при этом не хочу ничего нового делать. Как ему найти то, что ему нравится? Очень классно это посмотреть, как ты сейчас прокраснируешь. Откуда в тебе столько осознанности? Казашка, которая учитывается из Австралии. Запуск 30 человек, а не 35? Фигня какая-то. Ты глупенькая. Подожди. Увидеть, как растет ребенок, это капец как важно. Новые выпуски «Гости веселья». Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. С Мариной Кончаровой. Субтитры сделал DimaTorzok Главное, уверенно. Здравствуйте, друзья. Вы смотрите программу «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. Я узнала, как она называется. И сегодня у нас потрясающая солнечная Маляка. Всем добрый день. Мы с тобой как кофе с молоком. Классно, хорошее сочетание. Прямо такие очень контрастные. Мне кажется, наоборот, мягкие. Я имею в виду под цвет кожи. Я очень белая, а ты очень смуглая. Мне в детстве говорили, мои племянники. Ты молочный шоколад, а мы белый шоколад. Мне говорили, что я поганка белая и выгляжу как гальвинизированный труп. Сейчас завидуют, наверное. Мы с Малякой встретились на середине континентов. Маляка живет в Австралии, а я живу в Санкт-Петербурге. И мы встретились в Дубае. Это оказалось самым рациональным решением. Мир большой и очень маленький. Мир большой и очень маленький. Слушай, ты давно восхищаешь многих. Я думаю, меня тоже в первую очередь. Поэтому сегодня хочется с тобой поговорить о тебе. И первый мой вопрос. Итак, первый вопрос. Ты долго вела блог. На маленькое количество подписчиков. И потом что-то изменилось. Расскажи про эту историю. Как долго ты вела? Почему ты вела? Как у тебя не прекращался азарт это делать? Наверное, я начала вести блог, когда я переехала из Хабаровска в Краснодар. Это был 2013-14 год. И у меня прекрасная история, почему я начала вести. От внутренней потребности. Я такой балабол. Мне это надо все куда-то скидывать. Первое. И второе. Я об этом рассказывала раньше. У меня была куча лайфхаков, что-то рассказать. Мои друзьями это раздражало. Не всегда им это было в тему. И Инстаграм это очень сильно была рефлексия, где я отдаю, кто-то получил. И я рассказывала, у меня даже был хэштег «Wow, I advise». Я советую. Но это тоже про какое-то внутреннее вот… Про потребность. Да. Про потребность, про самоутверждение, что-то такое. И так и осталось. То есть, как бы, я сколько там? В лет шесть вела этот Инстаграм. Это от внутренней потребности в первую очередь. Это любопытство, как оно работает как контент. Это структурирование информации. Это советы, какие-то там супер лайфхаки. А куда мне их еще девать? Я их тогда публиковала, и все. То есть, это сильно от внутреннего. А изменилось, когда… Ну, я очень долго вела АК. Я видела вовлечения, видела хорошую аудиторию. И у меня был прям, помню ее момент, я рыдала у мужа на коленках и говорила, а у меня дочке год. И я понимаю, что мне надо что-то делать. Вот мы сейчас скоро, возможно, возможно, мы скоро переедем в Австралию. Нам не будет хватать этого дохода. Что мне надо возвращаться в заработок. И рыдала у мужа, я ему сказала фразу, я хочу зарабатывать, я хочу работать, но при этом не хочу ничего нового делать. Ну, знаешь, это же классно себе честно признаться. И он мне тогда сказал, а сделай платную подписку на сториз. А их тогда не было функционала такого. Говорит, я тебе сделаю посадочную страницу, сайт, мы подключим платежки, и я буду показывать дополнительный контент через closed friends, через близкие друзья. Технические возможности были. И самое главное, что я генератор контента, мне еще в 10 раз больше сказать легко. У меня проблема в том, что я, наоборот, удаляю лишнее, когда я слишком много говорю. И мы это все подготовили. Вот именно самое важное, я морально созрела. Расти. У меня была потребность, у меня был уже сайт, я уже подключилась как самозанятая. И потом появились рилсы, я начала на этом расти. Понимаешь, я захотела продвигаться, а потом появился инструмент. И то есть ты такая, ты готов, инструмент появляется, и здесь уже вопрос твоей какой-то глупости или наоборот сообразить. Ты просила возможность, вот возможность появилась. Ну, все и делай, и все. А как тебе было? Сколько ты вела, как долго ты вела контент? Ну, давай, условно, с 14-го года по 21-го, 7 лет. С маленьким количеством аудитории? Ну, 4 тысячи человек, нормально. Ну, да. Слушай, ну, очень многие выгорают. Очень многие. Всем нам, у нас режим достигаторства. Потому что... Всем хочется... Да, потому что ты это делаешь для чего-то внешнего. Я это делаю от внутренней потребности. И я перестану истерилась. Покуда у меня есть потребность, я буду возвращаться. Ну, в смысле, я это делаю из внутреннего желания. И у меня было несколько раз так, что я удаляла Инстаграм. Полностью. Я исчезала отовсюду. Мой аккаунт, и меня подписчики потом иногда искали. Я исчезала. У меня пропала внутренняя потребность. Все, пока. И все. Откуда в тебе столько осознанности? Она же накопительная. У тебя один раз, ты смотришь... Вообще это все накопительное. Ты смотришь, что ты делаешь. О, сработало. Значит, я пойду в эту сторону. Ты там пробуешь. О, еще раз сработало. И вот так вот она копится, копится. И потом это выстраивается, такая дорожка. С чем угодно. Уверенность в себе, любовь в себе. Это маленькие шаги. Искусство маленьких шагов. И потом... То есть то, что ты сейчас видишь где-то там, не знаю, в точке В, алфавит, очень долгий. Да, смотря еще какой. До-зет, да, к примеру. Китайский. Да. Ну, то есть он очень долгий, и там этого накопления будет еще и еще. Ты будешь ошибаться, падать, будешь в другую сторону идти. Но вот оно по чуть-чуть, по чуть-чуть копится. Это не происходит, что ты резко такая хоп и осознанно. Бывает. Бывают случаи, что так происходит. По мне, это когда что-то в жизни случается. Какие-то перемены, когда тебя прям вот пространство и события заставляют. И это очень часто что-то негативное. У меня огромная мотивация в жизни меняться, когда все хорошо. Вот так. Были ли случаи, когда ты менялась, когда плохо? Ну, прям так, что не вспомнил. Ну, в смысле, не было резкого. Слава богу. То есть ты работаешь на предопережение. Я смотрю, куда плывет корабль, да, куда я хочу просто. Слушай, вот. Философ. Это хорошо, это чудесно, это мы любим. Смотри, то есть ты долго вела блог, да, там, на определенное количество аудитории. И вдруг резко началась серьезно расти за счет Рилса. И сейчас мир Инстаграма, да, назовем это так, это все-таки своя экосистема, знает тебя как малика Рилс. Нет такого или не было такого, сейчас, наверное, нет с уровнем твоей осознанности, но не было такого какого-то внутреннего диссонанса, что ты чуть больше, нежели просто Рилс. Я сразу не считаю, что я больше, чем Рилс. Но людям меня надо как-то описать, им надо помочь, поэтому я Рилса Астралия. Но когда они погружаются в контент, они понимают, что я больше, чем Рилс. Но это мы сегодня на встрече со студентами обсуждали. Это нормально, что так работает рынок, что мы друг друга так описываем. Я даю описание. Если я не дам описание, люди не смогут мне описать, или будет какое-то, знаешь, разное описание. А так, ты знаешь, это как в кинофильме. У тебя есть вот это вот превью, о чем будет фильм. Фильм будет часто совсем про другое. Но вот это вот, вот этот хук, якорь, да, ты что-то даешь. Это, короче, для меня это нормально. У меня был момент, когда я хочу остаться с собой, но вроде как, когда ты снимаешь Рилс, нужен аккаунт про Рилс. И я начала снимать про Рилс, и мне самой не нравится, моей аудитории не нравится, потому что мы как бы вообще по другим ценностям сходились. И я не помню, почему. Ну, короче, самое классное решение было, что я в Аурилс убрала в отдельный проект. То есть осталась Маляка, и есть в Аурилс. Это два разных бренда, это два разных человека, и у меня есть свобода быть собой. И все. То есть ты имеешь в виду, что создала другой аккаунт? Да. Продвигаться? Да. Я там снимала все про Рилс. И даже когда, если я в личном аккаунте снимаю про Рилс, я делаю соавторство всегда. Типа, ребят, это вот мой смежный проект. Такой, это крутой ход, кстати. Я помню, что я очень долго металась. Ну, типа, там, пару месяцев я металась. Я не вспомнил, типа, какой-то какой момент резкий произошел, что я завела второй аккаунт. Это когда я уже курс сделала. Да, я сделала курс, и в какой-то момент нам надо было как-то сайт назвать. Я помню, помню уже друзья-йтишники все, у меня вдруг SEO-специалист. Я говорю, Ром, я сделаю сайт, можешь, пожалуйста, его продвинуть? Он говорит, да, могу, но сделай так, чтобы у него в названии было Рилс. Ну, такое, ну, значит, будет Вау Рилс. И все. И тогда, так как появился отдельный сайт, мы сделали отдельный аккаунт, и это все развелось. Развелось. Развелось, да. Развелось, да. Ну, да, и развелось в том числе. Это из-за разряд того, как мне поражало всегда, что замужество — это слово «брак». Что-то сломанное. Почему? Ну, мне кажется, что... Может быть, наоборот. Если мы посмотрим потом где-нибудь в источниках, возможно, у него еще есть какое-то значение. Да нет, все равно, да. Но вот этот двойной смысл, он, конечно, такой «я не хочу в брак, я хочу в, не знаю, склеивание». А если подумать «брак и сочетание», сочетается два разных брака. Типа «ты поломана, я поломана». Получилось целое. Да, и вот мы целые. Ну, все настолько зависит от вот этого мейнсета. Скажи, пожалуйста, ты вообще, в принципе, такой у тебя флёр, если так можно сказать, очень уверенного в себе, очень самодостаточного человека. Во-первых, так ли это на самом деле? И всегда ли это было так? Ну, здесь, наверное, надо будет подумать всегда или не всегда, прям подумать. Да, самодостаточное. И видишь, в том числе, потом, вот даже к Инстаграму. Не будет Инстаграма, я останусь. Я не Инстаграм. Я удаляю Инстаграм. Ну, в смысле, я удаляла Инстаграм. То есть я уже проходила этот опыт, но есть ненормально. Более того, мы говорим про русскоязычную аудиторию. Я всё ещё держу в голове, что я уйду из рынка. Ну, короче, какое-то такое есть. А про... Нет, 100% я не была всегда самодостаточная. Это накопительное. А ну, знаешь, возможно, есть где-то там предрасположенный, где-то есть характер. Ну, есть ещё среда, есть ещё... Вот как я рассказывала, что в какой-то момент я себя загнобила, знаешь, такое... Подобила. Расскажи ещё раз. Подобила. Ну, ничего, просто вот... У меня есть характер. У меня есть такой жёсткий характер. Он у меня от мамы. И это же просто сила, она может быть как вспыльчивая очень сильно. Да. Я капец вспыльчивая. И есть агрессия, но при этом есть сила добиваться чего-то. И это же всё одно. Одно понятие. И сейчас подумаю. И этим надо уметь управлять. И в какой-то момент я подумала, управлять – это погасить. Это плохо. Это в каком возрасте у тебя было? Помнишь? Пять лет назад, условно. А, да, недавно? То есть не в 12 лет? Нет, нет. Ну, мне кажется, мы там зреем. Личность созревает, это условно, в 21-23. Я только в 23 вообще начала задумываться об этом всём. И я себя подавляла. Мне надо быть спокойной. Мне надо быть мягкой. Я слишком вспыльчивая. Я не буду ругаться. Я не буду материться. Знаешь, вот такой вот. Я вот-вот всё. И я... Понимаешь, это же сделано не общество. Это я сама собой сделала. Это просто я в зеркало сейчас. И я себя погасила. А потом... Я помню, я ходила на... Прикольно. У меня, знаешь, какой момент был? Я себя как маховик раскрутила. Я начала делать всё. Вот просто окей. То есть у меня уже ребёнок родился. И я понимаю, что вот мне... Типа каждый из нас, каждый из нас чувствует, что он особенный. Что у нас всех есть потенциал. Вот каждый. То есть я как бы... С одной стороны, понимаете, я особенная. А с другой стороны, все особенные. И мы вот этим всем, мы все одинаковые. И то есть вот этот опыт, который я прохожу, он у всех одинаковый. И я понимаю, что я себя загнала. И надо раскачивать. А как раскачивать? А хрена знает, как раскачивать. И я начала делать всё. То есть, например? Вот. Я тебе сейчас расскажу. Я пошла на танцы. Вот у меня просто... Я хочу танцы. Я пошла на танцы. Я родила ребёнка. Ему там... Она даже не сидела, наверное, полгода что-нибудь такое было. И это были танцы на каблуках под Бьонсе. В нижнем белье, где ты себя очень много трогаешь. Смотришь в зеркало. И это так классно, потому что я поняла, что я на себя так много не трогала. Мне было некомфортно. Сейчас я потрогаю себя везде. Знаешь? Сразу же появилось какое-то желание. Ты же на эти танцы чем необычные? Там на каблуках. Как-то ты прям немножко по-другому одеваешься. Одежда в сеточку. Вот эти короткие шортики. Но это классно. То есть вот это вот внутреннее... Какая-то любовь к себе, да, начинается? Да. Она же часто... Психология сразу связана с физикой. Ты делаешь что-то физически в голове менять. Ты меняешь что-то в голове, а тебе физически меняется. И я помню, что я в зеркале на себя натрогала. Вот это вот, знаешь, я просто как бы разбудила, вернула. Потом я такая, окей. Я поняла, что мне надо... Я никогда не делала макияж. Я не понимаю, как. А у меня лицо такое, что я когда смотрю YouTube с русскоязычными девочками, мне не подходит. И я покупаю какую-нибудь дорогую косметику, она мне не лежит. Ну вот, не работает. И я беру консультацию у визажиста в Краснодаре. Очень популярная девушка была. 15 тысяч рублей стоила мне консультация. И самое, что удивительное, нельзя просто взять консультацию. Это как стилист-шоппинг. Ты должна купить эти продукты. То есть после этих 15 ты еще там типа 40 выделяешь. И я помню... То есть и так существенно... Ну я понимаю, что если я сейчас это не сделаю, то все пропадет. И я покупаю эту косметику. То есть я помню, мужу объясняла, ну надо, знаешь. А ты видишь, что интересно, что это все? Потому что я себя так быстро раскрутила. Через полгода это мне все понадобится. Когда я начну себя красить. Когда я начну перед камерой стоять. То есть когда я это делала, я просто делала все подряд. Я впервые в жизни согласилась на рекламу. Точнее, я даже ее сама предложила. Ораторское искусство. Выступление перед публикой. У меня был потенциал. Я раньше занималась дебатами. Я обучала студентов выступать на публике на английском. Это было в прошлой жизни. Когда я еще была... Была еще студенческая активность. Вот это твое, мне кажется, это естество настоящее. И я знаю, что они на меня подписаны. Я решаюсь, набираюсь храбрости. Я говорю, ребята, давайте я буду про вас рассказывать. 50% скидку сделайте мне. Я даже не решилась, понимаешь, что попросить. И ораторское меня взбодрило. И мне взбодрило самое первое занятие, когда нужно было сделать самопрезентацию. Потому что у меня в состоянии, когда у меня ребенок, я не работаю. И какой-то такой подвешенный. А кто я и о чем я? И ты не можешь на себя какой-то шаблон сказать. Я актриса. Я ведущая. Я врач. Но у меня ничего нет. И я такая села... Первый раз, когда она была спонтанно сделать презентацию, я типа в шутку сказала, я мама, счастливая жена, бла-бла-бла. Но в каждой шутке есть доля правды. И я вернулась домой такая, ну, ни хрена себе. Серьезно, что ли? И я села, я написала себе презентацию. Я поняла, окей, я не могу продать нишу. Ее нет. Я могу продать образ жизни, образ смысла. И я рассказала про, как я живу, как я думаю, что мы делаем. Вот все. И я вышла, и я рассказала. И у людей было вау. И там появилась история про то, что я выучилась на инженера-связиста. Я не работаю по специальности, но я объединяю людей. То есть это надо было в какой-то момент просто посидеть, перед подумать. То есть вот было задание, оно мне помогло. И это мне задание помогло, там, через год свавриваться, например. Я поняла, что мне это нравится, что вот я эту всю тему хочу разговаривать. Была ораторская. Потом я сходила, помню, на женский круг. И я думала, что типа девочки будут сидеть и песни петь. А ты знаешь, про то, что... Я до сих пор так думаю. Про определенную такую толерантность вообще ко всему. То есть сексуальные танцы идем. Женский круг идем. Вот что угодно идем, потому что тебе надо раскачать. Если ты не пробовала, условно ты не можешь говорить, работает, не работает. Это как с инфобизнесом. Я считала, это зашквар. Надо было попробовать. Пошло. Да, и пошло, и оказывается, можно вообще его по-другому делать. Я пошла на женский круг, я думала, мы там будем петь. Мы там орали. Вот именно, знаешь, такое вот какая-то... Ну, по мне это все одно и то же, психологическая практика. То есть ты через психолога могла прийти к тому, что нужно проявлять эмоции и прокричаться. Я помню, мне говорят, кричи. И она покричала. Ну, и громкая. И говорят, нет, давай еще кричи. Я еще покричала. Нет, правильно. Давай, вот настоящее, покричала. Я пришла домой, смотрю в лифте на себя, а у меня вот здесь капилляры полукались. То есть, видишь, это же тоже... Я за один день взяла и эмоционально все сильно раскачала. Вот именно вот такой вот этот блок ушел, что-то изменило. Танцы что-то изменили, что-то изменили. И вот оно накопительно произошло. И вот очень много таких вещей. В том-то... Ну, у меня даже сейчас такое есть. Вот я даже ваурил собирала. Я хожу и думаю, блин, как людям объяснить вот про нишу, как им себя найти. Я читаю, я начинаю брать любую книгу вот так вот, вот полностью на доверии. Я там художественную, профессиональную. И я вижу в других сценариях и в историях... Это же применимо. Потому что ты начинаешь это думать, и начинаешь это везде видеть. Вот. Я даже захотелась на женский корпус. Хрен знает, какой у тебя опыт будет, да? Можно, просто надо все... Можно все пробовать из любопытства. Да. Вот именно. Но, к примеру, у меня все время спрашивают про психологов. Я супер открыта. Типа, окей, мы попробуем. Три раза пробовала, не получается. Ну, в плане... У меня нет потреб... Я не чувствую потребность, но типа принято. Я такая сходила. Мне сказали, ну, плачь. Разрешила плакать девушке за пять тысяч рублей. И в целом, и помогло, понимаешь? Мне человек какой-то за пять тысяч сказал, что можно плакать, и я начала плакать. Что мне стыдно, и это нормально. Это было там лет пять назад. Понимаешь, один раз. И мне хватило. Типа, зачем терапию всегда? Мне сказали, что стыд, это нормально. Я сразу поняла. Плакать можно, и я это сразу приняла. Знаешь, какой-то... И мне просто было какие-то то честное, что я три раза обращалась, но у меня не было никогда потребности в психологах постоянно. И я пыталась только потому, что так принято, и не сработало. Ну, то есть, ну, окей, я попробовала, и я знаю, как это. У тебя какое-то сердечко очень открытое, которое очень чётко знает, что ему нужно. Я быстро... Видишь, я быстро применяю. Типа, вот просто мне человек говорит, что то, что вы испытываете стыд, это нормально. Всё. И понимаешь? И, кстати, прикольно. Ну, ты бы мне это сказала, я причём посопротивлялась, я деньги заплатила. Понимаешь? Значит, правда. Да. Нет, знаешь, типа, ты деньги заплатила, ты хочешь сразу применить. И всё. Вот тогда сработало. Вот с психологами, к примеру, это супер тоже популярно. Ну, у меня не сработало, и мне нормально. Окей, значит, какой-то другой. Слушай, а вот такой странный вопрос. Что ты делала в карантине? О-о-о! У меня ощущение, что меня мир очень любит. У меня родилась вот моя дочь. Когда весь мир остановился, у нас... У нас этот был момент, когда родилась дочь, нам вообще было всё равно, что-то творится вокруг. И вот мы с дочерью были. И у меня был момент ещё, я же спортом занималась, всё. Мы по кафешкам ходили. Понимаешь, мы дома, кафе не работает, бассейны, воду слили, вообще ничего не происходило. И я потом начала физически восстанавливаться. Момент, когда я начала двигаться, когда мы кафешки начали открываться. Ну, это что же про сознание? Ты думаешь, вот тебя мир любит. И кафешки начали открываться. Потом стала более активной. Наконец-то спортивные клубы открыли. То есть я ковид не заметила вообще. Я к чему спросила? Просто ковид на самом деле показал такие две крайности проявления личности. Кто-то начинал страдать. Ну, понятно, я не беру тех, кто болел, у кого были проблемы с родственниками, а вот те, которые были, как мы с тобой, относительно безопасности. Одни люди начинали загоняться, что вот, ничего не получается, все двери закрыты. А другие такие, все двери закрыты, а я займусь саморазвитием. И вот у меня такое ощущение, что вот эти две модели людей, они как бы показывают две грани нашего общества, и ты относишься ко второму типу людей, которых меньше. Ты как будто бы, вот всё, что я слышу, ты как будто бы всегда на опережении. Всегда на чужих ошибках. А у меня по ощущению, что я посерединке. Для кого-то это было время возможностей, для кого-то это было увидеть какие-то проблемы, а у меня мир остановился, потому что у меня ребёнок. Вот мир остановился, у меня этот момент остановился, и вот я в этом моменте была, и мне было хорошо. То есть это не было для меня момент возможностей, ничего. Это же прикольно, ребёнку надо наблюдать, как он растёт. Я вот прям, я наблюдала, как растёт ребёнок. Здорово. А если вот так брать вообще по жизни? Да, я люблю учиться на чужих ошибках. Ты всегда как будто бы на опережение, да? То есть вот в тот момент, когда там что-то случается, все такие у всех подгорают. Не знаю, например, биткоин. Вот если бы мы брали биткоины, да? Вышел биткоин, и все такие, ну, общаемся, биткоин, биткоин. А вот один человек вроде мальяки такой, да ладно, я куплю, что он стоит там 10 долларов? А на фига, где биткоин, не 10 долларов? И вот как будто бы у тебя такой образ смышленнее. Нельзя таким прям шубовыми говорить? Потому что, к примеру, я купила крипту, и она сейчас очень плохо себя чувствует. То есть любопытство мы купили. Но ты ее купила. Да, мы ее купили, и мы ее купили не просто любопытство, а как инвестицию. Слава богу, я не знаю денег, но я знаю, что там минус. Но при этом мне нравится учиться на чужих ошибках. Это же так классно. У тебя всего одна жизнь. Ты не успеешь все ошибки допустить и на них научиться. Поэтому классно смотреть других. Поэтому у меня самый любимый мой формат – это автобиографии. Именно авто. Авто. И интервью. Ну просто. И там будет какая-то одна мимолетная фраза. Вот одна. И она может очень много поменять. Она в тебе засядет. Она станет частью твоего мышления. Ты можешь принять думать. Это какое-то про очень глубокое умение слышать. Потому что люди слушают, но не слышат. А ты вот при том, что ты говоришь, что ты суперреактивная, что ты эмоциональная, что ты яркая, это редко сочетается с умением слышать. Как ты в себе это совмещаешь? То есть ты как будто бы и то, и другое. А это накопительно. Ты вот, типа, ты услышала, сделала, сработала. Мелочь какую-нибудь. Услышала, сделала, сработала. Потом ты решаешься на риски, но больше. Это все со временем. Возможно, кто-то может за раз. Но у меня по ощущениям, что это дело как-то из мелочей. Это как мы обсуждали, что я перед сном. Но у меня есть какие-то проблемы, они не решаются. Окей, подсознание, я ложусь спать. Ты, пожалуйста, на бэкграунте где-то про эту проблему думай. И он потом какой-то может, мозг какое-то решение дать. И очень важно это решение и сделать. Или бывает, что я пошла спать, а какая-то просто бедовая идея. И зачем я ее делаю? Только для того, чтобы эта суперспособность не прекратилась. Потому что если перестану это слышать и исполнять, оно перестает работать. Вот у меня вот такой логик. Видишь? Поэтому я слышу, сделала, слышу, сделала. И это очень быстрая точка. Код для меня это уже привычка. То есть это, понимаешь, это все появилось намного раньше, чем Инстаграм. Ну вот именно вот эта популярность в Инстаграме последнего года. Это все за последний год я вообще не вижу, чтобы что-то во мне такое поменялось. Именно вот прям по навыкам и так далее. То есть то, что люди видят, накопительное твое. То, что они видят, это вот цветочки растут. Но дерево росло и корни пускало очень долго. Поэтому когда они просят каких-то супербыстрых лайфхаков, я могу что-нибудь дать. Но я понимаю, что бэкграунд, он сложнее, и он интереснее. И это путь, в смысле, это супер нормально, что ты сразу не получается, что ты какой-то потенциал себе копишь. Это очень красиво в плане жизни, потому что тебе нужны результаты, вот этот процесс. Философ. Замечательно. Слушай, расскажи про позитивное усложнение жизни. Что это такое? У меня шило в папе. Мне нравится что-то все время делать. И я в какой-то момент... У нас было такое в жизни, прям с мужем, мы то хотим, и то, и бегать. И это типа забеги, участие по горам, по хайкингу ходить, и английский, и путешествия, и саморазвитие книги читать, и очень много бизнес-интервью, что угодно. И типа мы можем в воскресенье посидеть, а я им говорю, пойдемте на забег. И я не могла объяснить, что со мной происходит. И я поняла, ну, в первую очередь для себя. И это, кстати, очень хорошо сработало потом в Инстаграме и в Reels. Через образы хорошо объяснять. И я поняла, что то, что я делаю, я усложняю себе жизнь в 100%. Но это очень позитивное усложнение, оно ярче. И это тоже понятие, о котором я живу 5 лет. Я уже сказала только год назад в Инстаграме. Люди подхватили, но этим я живу 5 лет. Ну, условно 5 лет. Что тебе это усложнение дает? Это, наверное, мне ничего. В смысле для меня это просто объяснение. Ну, хорошо. Нет, я имею в виду. Понятно, что другим это дает мотивацию. Нет, это просто им объясняет. Им объясняет. Да, я имею в виду вот этот образ жизни, что тебе дает. Вот это вот осознанное усложнение себя. Насыщенность жизни. Просто насыщенность жизни. В какой-то момент мне стала намного легче жизнь, когда я поняла, что жизнь конечна. И очень многие вещи я оценивала по принципу, оцениваю ли я это 80 лет. Ну, ты понимаешь, увидеть, как растет ребенок, это капец как важно. Это вот просто очень важно. Запуск 30 человек, а не 35, фигня какая-то. Вот. И я вот, ну, это тоже навык в рамках жизни смотреть, что важно, что не важно. И в рамках жизни очень многие опыты пройти 80 километров прикольно. Знаешь, это та яркость, вкус жизни, которой хочется. И в целом, вот когда мы говорим про какие-то вещи, вот как про усыновление детей, для меня это в рамках жизни. Да, это сложно. Но это яркость жизни, которую хочется прожить. Понимаешь, она не измеряется деньгами, она не измеряется успехом, подписчикам, чем угодно. Это сложность жизни, которую хочется прожить. Это вот этот сериал, который в конце ты смотришь, вот это классный сериал. То есть вопрос идет, да, на самом деле, если так подумать, о накопленности воспоминаний. То есть ты сейчас сидя здесь, помнишь, как росла твоя дочь. Ты помнишь, как ты прошла эти 84 километра? Я, наверное, не могу сказать, что я прям об этом задумываюсь, но у меня нет чувства сожаления. Вот я прям 100% знаю, сколько я могла видеть, как растет дочь. Я видела. И поэтому мне хочется сейчас домой в Дубай, потому что ей 3 года, ей 3 года больше. Хочется обратно в Сидней, потому что ей 3 года, ей 3 года больше никогда не будет. Типа вот я хочу 3 года увидеть, как она растет. Это очень классно. Вот. Ну и это опять же помогает понимать, что важно, что не важно. Что вот это очень интересно, как растут дети. И это, кстати, вдруг кому-то интересно в плане материнства. Это же мимолетно. Вот они кричат, они плачут, еще что-то такое. Ну типа тебе кажется, как проблема звучит. Я смотрела фильм, как он называется? гость из будущего, где парень в шкаф залезал и потом снова из него вылезал и возвращался в прошлое. Ну, не помню. Зрители. И там было в какой-то момент, он пришел к тому, что он перестал залезать в прошлое и он начал жить в моменте. И я начала смотреть на дочь не просто так, я начала смотреть, будто бы я глазами 80-летней и мне дали второй шанс увидеть, как она растет. И это такие прям вот чувственные моменты. Вот для них ты живешь. И даже с мужем сейчас общаюсь, говорю, как дела? Говорит, блин, сложно. Там, не знаю, очень большая нагрузка на меня, на Мию, но она такая сладкая. Знаешь, такое вот. Ну, я просто понимаю, что мы с ним в одном вайбе. Я такая, блин, да, классно, хочу обратно. Слушай, мне кажется, те, кто хотят демографическую ситуацию улучшить в стране, надо вот это рассказывать. Не материнские пособия давить, потому что я как бы хочу детей, ну, думаю, хочу там через 3-4-5 лет. Сейчас я сижу, думаю, блин, детей хочется. Это очень прикольно. Я вот иногда думала о том, что, типа, если бы не про РИЛС условно, я бы могла пиарить материнство. Именно не детей, а вот этот вот опыт материнства, потому что это по ощущениям, я просто про это мало говорю, потому что и так много про что можно говорить, но по ощущениям это у тебя National Geographic дома растет. Тебе говорят, что происходит, и ты даже не будешь, что это твой физический ребенок, ты видишь, как человек в целом развивается. И это так удивительно, когда они вообще мягкие, ты голову переворачиваешь, головой двигай даже не имеешь. И потом они вот из такого какого-то слизняка крепнут. Это очень странно, когда ребенок начинает ходить. Вот знаешь, такое, и это удивительно. Вот это удивительно, это сама природа, вот какой-то нутроид, ты все замечаешь, это очень интересно. Вот поэтому за этим интересно наблюдать, и за разы каждый раз все дети разные, у всех разные. Повтора такого же не будет. Понимаешь, сериал второй раз не покажут. Пропустил, так пропустил. Как в театре один раз покажут. Да, да. У каждого, да. Поэтому, короче, да, дети, это интересно, но тоже, когда это определенное состояние ума, когда ты так начинаешь смотреть на детей. Потому что, ну, нормально, что не у всех получается, что, знаешь, такое, у кого-то бывает хоп, я увидел ребенка, только что мы уже 20, и я пропустил, потому что я много работал, какие-то другие. Ну, так тоже бывает, это тоже жизнь. Но опять же, возвращаясь к каким-то к ошибкам, блин, ну, хочется видеть, какая она у нас тут. Слушай, вот все, что ты говоришь, подводится у меня внутренне под каким-то одним словом любопытство. Да. Ты очень любопытная. Я тоже. Почему-то меня периодически за это корили, а я не чувствую в тебе какого... Да я и сейчас понимаю, что в этом нет стыда, в этом есть жажда жизни, но такое есть не у всех. Мне кажется, что это врожденный наук. По крайней мере, я про себя слушаю, себя внутренне, я всегда была любопытной. Но есть люди, которым неинтересно, но которые хотят, чтобы им было интересно. Ну, вот у него не получается, но хочется, но не получается. Объясни мне на примере. Ну, вот, например, близкий у меня есть человек, у меня там 28 тысяч хобби, потому что мне интересно из глины полепить, крема поварить, научиться вязать и торты печь. И все это за 4 месяца. И я и в это, и в это, и в это, и в это, и до 7 утра не сплю, чтобы сделать торт, который развалится. И мне дико азартно. А мой близкий человек смотрит на это и говорит, а я не хочу. И играет в телефон. Но при этом говорит, я не хочу играть в телефон, но мне ничего не интересно. И вот таких людей очень много, у которых уровень любопытства не развит. Как будто бы у них нет вот этого азарта, нет желания узнать. И вот можно это развить? А с одной стороны, что я первая подумала, что мы к близкому человеку не можем лезть. Ну типа не работает, я пыталась, условно. Нет, лезть нет. Это я просто беру как пример тебе. Да, это я вижу абстрактную вот про мысль саму. К человеку невозможно полезть и заставить. Я пыталась со всеми. Понимаешь, ты еще и раздражаешь, ты несешь добро, которое никому не нужно, ты еще и раздражаешь. Собственным примером. Вот тебе настолько становится вкусно жить, а ты этим заражаешь. Это единственное, что я увидела. То есть как бы человек сам, мы по-разному к этому приходим. У каждого долго свой накопить потенциал. Возможно, еще и что самое, что интересное, кому-то надо 28 тысяч хобби, а кому-то нет. И он имеет полное право делать, что хочет. Он может заниматься одним хобби, он может вообще не иметь хобби. Это все уровень нормальности. Понимаешь, тем, что у тебя хобби много, это не значит, что ты классная или что я классная. Человек, у которого нет хобби, он тоже классный. То есть это же, ты можешь идти широко, ты можешь идти глубоко, хочешь идти параллельно, диагонально, вообще без разницы. Вот это какое-то, знаешь, у меня вообще-то легкость дала, когда и это сработало. И в том числе у меня в Инстаграме я перестала лезть к людям, я сконцентрировалась на себе, на каком-то своем качестве жизни и оно очень заразительно. У меня так было, что я к маме лезла в питание, там спорт, что ей заниматься надо. Понимаешь, какие-то такие, когда я начала, сначала, когда я начала заниматься спортом, это выглядело странно, мама мне говорила, не надо, у тебя, типа там, ты по здоровью, короче, не проходишь, тебе нельзя, это слишком большая нагрузка, еще что угодно. Я занимаюсь спортом, очень долго идет момент сопротивления у окружения, но какая разница, что думают люди о твоей жизни, ты идешь, 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 проходишь, в какой-то момент у тебя получается, все это просто принимают, в какой-то момент тебе нравится, и люди уже видят результат, они его начинают, то, чему они сопротивлялись в тебе, это их начинает заражать, и они привыкают. И так совсем. С рилс, сначала люди кажутся, что, что за ерунда ты снимаешь, или блогинг, понимаешь, ты блогер, и они такие, что за ерунда, да, они сопротивляются, потом они просто привыкают, потом они видят результат, потом они восхищаются, хотят так же, и они начинают тебя поддерживать. Вот такое вот. Он мне вчера папа написал, ну, они как-то скептически отнеслись к тому, что, ну, не то, чтобы они меня не осуждали, но как-то не особо реакции, а вчера я приписываю с папой, потому что мы не можем созвониться, блокируется запись, и он мне пишет одно сообщение, он говорит, отдыхай, купайся, потом пишет, а вообще мы подсели, ждем сторис. Классно. Вот, и поэтому просто про то, что про близкого человека, что ему надо, он возьмет. А если не про близкого? Вот если кто-то нас смотрит, и нет у него в окружении такого человека. А в этом магия соцсетей, что ты себе с помощью подписок выбираешь окружение и широту кругозора, это лимит широты кругозора твоего окружения, это твой лимит, знаешь, размер вселенной, да, условно. Опять же, мы не можем физически на это повлиять. Человек возьмет, что ему надо, и он возьмет, когда ему надо. Он накопит свой потенциал, он созреет, и он это сделает. То есть вот форсировать вообще ничего не надо. У нас само происходит. И отсюда появляется вдохновение. Я говорю, что это как полка продуктов в магазине. Человек возьмет по потребности. Ну не надо ему еще 28 тысяч хобби. Пусть поживет. Ему надо прожить вот это вот с телефоном время, понять, что ты не его. Знаешь, я тоже прожила какое-то время и понимала, что мое, что не мое. А как себя не корить за это в моменте? Ведь человек часто себя стыдит за то, что он хочет абстрактно играть в телефон. Ну это условно разрешить себе, и все. Ну как видишь, у меня все просто. И все, это не все. Да, давай посмотрим на это не через твою очень осознанную позицию, а на позицию человека, который только вступает на этот путь. А у меня был, запомнился очень момент, я занималась дебатами, и мне надо писать документы. На английском очень много, готовятся конференции, я в это время гуляю со своим парнем, будущим мужем. И я не могу наслаждаться этим моментом, потому что у меня в подсознании, что я не так провожу время, я всегда такой. мне нужно написать документы. И он мне помнит, когда говорит, ну видишь, ты иногда слышишь, иногда я говорю, ну ты здесь и сейчас, ты не можешь это никак повлиять. Действительно. А почему я думаю о том, что сейчас, на что я повлиять не могу, я в другой реальности, сейчас происходит другое, все выключила. Как дела? Знаешь, и все. Ну здесь то же самое, примерно, то есть как бы, ты, чем больше ты сопротивляешься, как забучи пески, тем больше тебя засасывает. Ты это принимаешь, и ты из этого в никого будешь. У меня так было, вот это единственный раз, у меня было это осознание. Я такая же тропышка, такая же болтушка, вот просто перекладывая, один в один все. Да, очень похоже. И такая же азартная все. И вот один раз в жизни я это почувствовала, я почти всегда опаздываю. Часто не опаздываю, но еду опаздывая. И когда я ехала на такси, я раньше очень сильно нервничала. Их у меня трясло, я просила, когда мы приедем, побыстрее, побыстрее, побыстрее. И потом однажды мой суженый, ряженый, который никогда не опаздывает, но всегда злится, когда я опаздываю, за меня опаздывает он. Он в какой-то момент вдруг, хотя он сам переживает, сказал, а вот то, что ты паникуешь, что изменится? Машина быстрее доедет? Теперь самый любимый мой момент в дне, это когда я сажусь в машину, прошу включить радиоэрмитаж. Я при том, что я, скорее всего, опаздываю. Но я понимаю, что у меня сколько есть? У меня есть 12 минут релакс. И это, наверное, единственное место в мире, где я научилась расслабляться в моменте про то, что ты говоришь. Про то, что я не могу это изменить. Вот это ты очень клево сказала. Услышать или не услышать? И видишь, то, что ты говоришь, мне то же самое. Вот сегодня у нас встреча со студентами. Я хотела быть раньше. Но я вижу, получается вот так. Все. Вот видишь, грань, я делаю все, что могу, я не все контролирую. Я дохожу до уровня, я все, что могу, все. Где-то отпустить и разрешить течению плыть. Вот то же самое. Я вызвала Uber, я вижу, что я приеду не за полчаса, а за 10 минут. Все еще в рамках. Хотелось раньше, не получилось. Я вызвала Uber, я знаю, что через 3 минуты будет, что будет. Все. Все, расслабились, живем дальше. Знаешь, такое какое-то легкое доверие к миру, ситуации. Супер нормально, что мы не все можем контролировать. Это, ну, в смысле, это и есть жизнь. Все. И такое вот, научилась не стрессовать там мне не надо. Вот именно про обратную связь, что мне перед 3-0 шла большая обратная связь. Ну, девушке там, типа, 4 скриншота из этого директа можно сделать. 3 или 4. Ну, я писала, что ей нравится, что не нравится. И я смотрю, год назад, меня об это задело, я бы сильно переживал. Тут я смотрю, конструктив, нет, конструктив, да, здесь я оправдываться не буду, это лично. Ну, типа, знаешь, такое, самое главное, да, это косяк, я признаю эту ошибку. Второе, мы уже работаем в 3-0, чтобы этого не было. Третье, огромное спасибо, что ты нашла время так все это расписать. Вот, все. Ну, то есть, вот, именно, нет эмоционального, по конструктиву все классно, и мы слышали, что девушка тоже написала это в Аурилс, и ребята, а, ребята пишут, говорят, а мы не знаем, что ответить. И я вижу, я говорю, напишите, что, ну, типа, я уже видела, все нормально, я уже дала обратную связь. И понимаешь, просто, ну, это же очень сложно, вся обратная, ну, как бы, эмоциональная привязка. Год назад это бы меня размазало, сейчас я уже, ну, вижу в этом конструктиву и проще, это к тому, что, как будто бы, вот этот этап с тем, что размазала, его надо просто пройти. Вот, вот он тебе нужен. Но он обязательно должен быть. он вот, это прям, это просто четвертый этаж, понимаешь, ну, тебе надо четвертый этаж пройти. Вот, ну, вот такой. Потом будет легче. Вот это удивительно. Меня, ну, меня от всего колбасило, как всех. Ты просто, когда, это же тоже неровная связь, в первый раз случилось, от этого шо. Потом ты привыкаешь, потом ты в этом видишь не, как не негатив, а наоборот, то, что любая обратная связь это подарок, знаешь. Это все приходит со временем, как будто в первый раз, что тебя размазало, это супер нормально, так и должно быть. Вот это очень клево, потому что очень часто люди именно после первого раза все. Ну, у меня как бы не первый, у меня там первый, второй, десятый, двадцать восьмой, ну, да когда перестань? Но, видимо, мне нужно больше. Понимаешь, и ошибки разные будут. Абсолютно. То есть, это же не про то, что больше их никогда не будет, будут разные, скорее всего. И это жизнь, и вот, опять же, про то, что так и строится бизнес, так и развиваются проекты. Я теперь лучше, я, знаешь, лучше понимаю девушек, которые говорят, там косяк, я вспоминаю, как они в сторисе рассказывают, там косяк, там косяк. Смотрю, выплыла, выжила, все нормально, знаешь, ну, типа, это можно пережить, значит, вот какое-то такое состояние. Что бы ты сказала человеку, который не на таком уровне, да, внутреннего понимания, тебя это обиджает, не-не-не-не, ты какой-то у меня там уровень ставишь, что-то такое, знаешь, такое, какой-то это такой ареал, нормальный человек. Нормальный. Нет, нет, знаешь, ни уровня, ничего, вот человек. Хорошо, видимо, мое какое-то внутреннее уважение проявляется, да, потому что как-то нравится мне твой вектор. Что бы ты спросила у обычного, если бы обычный человек спросил у обычного человека, как ему найти то, что ему нравится? О, я-то, Ларис, рассказывала, я об этом больше думала, три момента, вот именно после того, особенно, как я Ринус прошла, в смысле, когда я сделала этот курс, запустила. Первое, очень классно, это посмотреть, как ты сейчас прокрастинируешь. То есть? Вот именно, тебе надо делать работу, ты сидишь на фарфетче, смотришь туфельки, ты смотришь, ты смотришь фарфетч, Зара, еще что-нибудь, где какая скидка и так далее. А у меня просто есть такая подружка в Сиднее, она мне говорит, ты здесь в Биркенштоке не покупай, ты их покупай там, там такая-то скидка, здесь такое-то предложение, она знает все, и я говорю, о господи, это же аккаунт в ТикТоке, он же будет всем интересен. То есть это то, что тебе интересно, что интересно людям, и они это не чувствуют. То есть если ты во время прокрастинации играешь в игры, значит это тебе интересно. А ты, ну, гейминг же это вообще отдельная сфера. Согласен. Это же спорт. Спорт. В теории. Да, но в теории может быть, можно из этого что-то сделать, может это быть психологическое, но мы говорим, знаешь, вот это вот любопытство. Есть про то, что нужно искать любопытство из себя в детстве. Например, я хотела стать ведущей. Как я должна сейчас понять, что это РИЛС? Условно. Ну никак. Знаешь, какие-то вещи, которых не существовало, но в какой-то момент меня начало интересовать СММ. Я начала смотреть, как это все работает. И самое интересное, что прикольно было, я начала давать советы людям, они меня не слушали. Когда я начала делать курс, знаешь, они начали покупать. Да, все друзья покупали, купили, да, именно что люди начали прислушиваться и это применять. Вот это тот СММ, у меня был СММ. Я вижу у нас, какие еще такие примеры, я рассказывала. Ну вот, в общем, классно, очень сфорфетчем, вот именно как ты прокрастинируешь. С одной стороны, это где у тебя есть запал и любопытство, и это очень актуально с рынком сейчас. То есть, потому что какие-то старые мечты, не всегда это вот напрямую применимо к нынешнему реальному. Первое. Второе, что очень важно, что оказалось, что я поняла, супернормально, что то, что ты хочешь, невозможно реализовать прямо сейчас. И иногда тебе, ты как алмазик, а ты знаешь, как что, есть такие автомойки, машина в них проходит, и вот тебя машина полирует, и ты такая чистенькая вылезаешь. Вот. И тебе надо, проблемы многие, что мы так часто думаем, о чем нам заниматься, лежа на диване, ничего не делая. Когда ты начинаешь что-то делать, тебе пространство, и эта деятельность тебя так отшлифовывает, как бриллиант, что ты на выходе, что-то из тебя получается. Я начала делать рилс, не потому, что я горю рилс, потому что, ёпра, сколько можно лежать на диване. Окей, появился тренд рилс, я буду делать тренд рилс. И когда я начала делать проект, я внутри отшлифовалась и поняла, мне нравится с людьми заниматься, мне нравится объединять, мне нравится, что люди где-то встречаются. Я же не поняла, это просто лежа на диване. Это из разряда того, что я начала вести блог по кремам. Я просто думаю, ну ты рассказываешь про кремах, мне вообще-то не нравится, мне нравится вести блог. Да, и тебя это отшлифовывает, ты понимаешь, что от того, что ты делаешь. И ещё третье, что важно, и это из бизнеса. Я это называю, поставить ларёк на правильную улицу. Тебе надо не просто заниматься тем, что тебе горит, или интересно, тебе надо взять что-то очень, если мы говорим, что ты вообще не знаешь. Не потому, что ты, какая-то деятельность есть, когда ты вообще не знаешь, тебе нужно взять какой-то тренд, не знаю, разобраться в крипте, в NFT, в рилсе, просто то, что тренд, потому что там есть трафик. Потому что там есть трафик, внимание, подписчики, деньги, что угодно. Да, ты этим не горишь, но ты поставила ларёк на правильную улицу, люди пойдут, и в процессе ты поймёшь, что там важно, а что не важно. А как же делать то, что тебе не нравится? Ничего, это просто... А, это, кстати, вот тоже пример из моего обучения. Мой друг, он SEO-специалист. Что такое SEO-специалист? Когда в Google ты вбиваешь курс Виллс, что первый попадает, первый 10, когда ты в Google вбиваешь отель Дубай, вот эта оптимизация, как сайт наполнен текстами, что появлялась в Яндекс или Google, это отвечает SEO-специалист. И значит, он офигенный SEO-специалист. Он известен на Краснодарском рынке, у него там большая очередь и так далее. Он SEO-специалист. И он видит, что появился тренд на экологию в России. Сортирует рома мусор? Нет. Переживает ли он за популяцию тигров? Нет. Думает ли он о загрязнении коей-фрики? Нет. Он классный SEO-специалист. И он видит, что сама сфера экологии популярна. Он делает сайт, эко-портал, где собираются там из красной книги какие-то статьи, что-то там по экологии. Он хорошо это оптимизирует. У него есть копирайтеры, там дизайнер, это все сделал. Спустя два года этот сайт его кормит. Потому что там очень высокий трафик. Это один из самых популярных сайтов русскоязычных. Он кормит его рекламой. Вот у него есть навык, который он может применить в любой среде. И он ее применяет в трендовой среде. И вот ларечек направили на улицы, SEO-специалист через экологию работает. Вот это то, что, наверное, мне кажется, мы часто упускаем. Нас настолько нам сказали, что мы должны делать то, что мы любим. Понимаешь, и мы делаем, вроде не получается, и непонятно почему. Не хватает среды. И еще бы я сказал, что часто это же как на ракете одна ступень отвалилась. Это тебе просто даст старт. Ты с этого начнешь, и потом у тебя появятся деньги, опыт, возможности. Ты еще что-то начнешь делать, что тебе действительно важно. Но не у всех просто с нуля получается вот прям совсем с нуля лежать и что-то сделать. Я хочу объединять людей. Вот я лежу на диване. Я в инстаграме скажу, ребята, объединяемся. И что? Я скажу, я вам сейчас сделаю чат и будем дружить. И что? Но в рамках рилс мы вроде бы учимся рилс, но внутри мы знакомимся, встречаемся, и у нас схожие ценности, и какой-то вот этот лайк, и люди объединяются. Просто мне кажется, очень важный факт, который надо акцентировать, да? Вот ты говоришь, что можно начинать с того, что тебе не нравится, а просто делать, но там обязательно должно быть то, что ты любишь. То есть вот этот твой друг, создавая сайт, да? Он создавал сайт про экологию, но он создавал не сайт, а как это так называть, но он гнал вот этот трафик. Ему вот это было интересно, он вот этим горел. Потому что если ты вообще отгоняешь то, что тебе интересно, то ты сгоришь очень быстро. Ты занимаясь вау-рилсом, извини, ты занимаясь вау-рилсом, да, тебе, может, рилсы там не были так интересны, но тебе было очень интересно проявляться. А видишь, это про то, что я говорю, что у тебя пространство отшлифует. Когда ты даже знаешь «хочу-не хочу», тебе столкнуться с первым конфликтом, что понятие «не хочу работать с людьми», условно, да? Или там «оказывается, я хороша в продажах». То есть часто бывает, что ты даже не знаешь, что тебе нравится-не нравится. И только от действия, а не от думания, от этого опыта, ты начинаешь понимать «хочу-не хочу», «хочу-не хочу». То есть это такое, ты принимаешь тот факт, что я не знаю, что я хочу, я не знаю, получится-не получится. Если вот сейчас поделаю, как точка такая, потом это к чему-то приведёт. Вот, видишь, я больше говорю, когда человек даже не знает, что он хочет. Если он знает, что он хочет, это очень забавно, из него это часто сквозит. То есть если я приду сейчас работать в магазин, я устрою тимбилдинги продавцам. Ну условно, знаешь, ну какой-то такой вот, это из меня будет сквозить. И вот это вот, оно очень сильнее, ты как такая лакмусовая бумажка, ты проявишься сильнее, вот просто от действия. Но интересно, что важен рынок, в который ты заходишь. И для многих, особенно если с нуля, ну это действительно очень классно, когда ты снимаешь рилс, а не залетает. А почему не залетает? Потому что это тренд, через 10 лет так не будет работать. Это вот сейчас он так работает. Я читала интервью одного австралийца, он разобрался в крипте, он начал выступать на конференциях, он начал, ну спикером быть, то есть он получил какую-то пленную репутацию, и потом он начал делать то, что он хочет. Ну типа продвигать свои какие-то проекты с инвесторами, потому что у него появилось имя на реализацию реальной мечты. Ты хочешь снимать фильмы, делать. Ты сейчас это делаешь, блогинг, потому что ты можешь, понимаешь? Но по-настоящему ты хочешь что-то другое. Это твоя просто такая ступенька. Как ты круто сказала, ракета, да. Да, это просто твоя ступенька. И когда ты с собой, ну как бы, вот этот романтизм убираешь, окей, это жизнь, я это делаю, тебе будет хочется развиваться. Такие вещи. У меня есть с одной стороны, я об этом думаю, что, я иногда думаю, то, что я могу это делать, это не значит, что это обязано делать. Ну вот про некоторые вещи. То есть, да, я делаю курсы, в какой-то момент, то, что я умею преподавать, не значит, что это обязано делать. Но с другой стороны, когда ты ничего не умеешь, то, что ты умеешь делать, начни с чего-то. Самая большая проблема это лежание на диване. Очень много мы думаем, а не делаем. Просто это быстрее выходит. Это, как я тебе сказала, как я отшлифовала за полгода до появления РИЛС. Я такая, окей, пробуем все, все, что есть. На все я говорю, да. Мы искали рекламу, да. Это да. И все. И не сразу. Это еще нужно терпение. Спустя полгода что-то как-то проявляется. А о том, как это сработает, я могу только через год говорить. О-о-о. Оказывается, вот как это все соединилось. Слушай, еще важную тему хочется мне поднять, потому что, мне кажется, ты очень многим поможешь. Сейчас очень много людей лишилось дома. Мигрировала. А ты, я всегда говорила, вот я подхожу к мужу, говорю, ты посмотри на этих жуков. Они сбежали вот в тот момент, когда надо. Вот ты говоришь, жизнь тебя любит. Вот как будто бы ты, для тех, кто не знает, я поясню, маляка с мужем захотели переехать в Австралию, пять лет у них это не получалось, и буквально в 21-м, да, году? Ну, за два месяца до... За два месяца до... Они уехали. И я все время думаю, вот ты говоришь, жизнь любит, а вот теперь я вижу вот это проявление. Я бы, знаешь, даже Шире сказала, типа случился ковид, мы должны были же раньше уехать, а мы не уехали почему-то. А сейчас я думаю, как круто, что мы не уехали, потому что у меня родился ребенок, я в очень комфортных условиях в России, я родила в частном роддоме, у нас было время побыть с ребенком, нам хватало тех денег, которые мы зарабатывали. В какой-то момент у нас же даже... У меня же как, я нашла няню, и через месяц или через неделю я начала заниматься. То есть настолько все попадало. То есть я сейчас понимаю, что даже тот факт, что казалось, что жизнь не любит тем, что мы застряли, и вообще неизвестно, получится или не получится, когда ты смотришь назад, думаешь, ё-па-расоте, как ты меня берегла? И это все было в лучшую сторону. А с Австралией у нас был год на то, чтобы въехать. Вот год. Но мы хотели, мы уже были готовы, мы полностью попрощались с этим образом жизни, нам хотелось следующее. И мы получаем, мы там через полтора месяца уезжаем, нам друзья говорят, что так быстро, у вас есть год. Мы говорим, там пока открылось, пока нигде не закрылось, надо заезжать. И то есть мы же уехали не так, что оно прям идеально все сложилось. Мы просидели две недели на карантине в отеле, это стоит 4 тысячи долларов. Мы вышли, и через неделю Австралия приняла, через три дня, приняла прививки «Спутник». То есть приехали бы мы на две недели позже, нам бы не надо было сидеть за карантин. Но, это знаешь, как бы можно с одной стороны эту историю рассказывать, мы приехали, там, короче, понимаешь, пять лет не получалось, ковид случился, мы еще и карантин зря отсидели. Можно это так рассказывать. А можно это рассказывать, блин, как хорошо, что так сложилось. Лучше деньгами, чем чем-то еще. Нам и адаптировались, мы по времени привыкли. Короче, событие, оно нейтральное, мы им даем краску. Намного комфортнее психологически жить, когда ты считаешь, что все кучу. Слушай, это вообще поразительно. Меня это удивляло. Я тоже живу по принципу, что жизнь меня любит. Я не знаю, почему так плохо сейчас, но потом я пойму. То есть для меня это было первым открытием, когда я мечтала мне 17 лет, я мечтала поступить в театральный институт, была уверена, что я поступлю. И меня с последнего тура скидывают, я не поступаю. И год я живу в коммуналке, учусь играть на саксофоне и работаю в ужасном месте. И через год я поступаю, ля-ля-ля, сейчас оглядываясь назад, я тогда так страдала. Меня бросил молодой человек, у меня не было театра, о котором я мечтала, не было ничего. Я чувствовала себя бездарной, ужасной, отвратительной. И это был год мук. Сейчас я оглядываясь назад, понимаю, что я бы ни за что не была вот в этой точке, в которой я сейчас, в театре, о котором я мечтала, с мужчиной, который меня поддерживает. Не сидела бы сейчас с тобой на диване и не беседовала, если бы я тогда поступила. Жизнь такая, ты глупенькая, подожди. И вот для меня только через 7 лет дошло, что, а, так вот зачем это было. И в этом магия, конечно. У меня муж в университет, он программист, да, он сам с ним научился, ему знания ничего не дали. Единственное, что он встретил меня. Нет, словно, ну, по факту. То есть даже у него там друзей ничего, он встретил меня. То же самое, ну, вот зачем я не работаю связистом, вот зачем я училась 5 лет инженер-связистом, зачем я получала кучу регалий и конференции. Ну, я считаю, что просто математика упорядок приводит, все. Ну, надо было, знаешь, ну, это как вот физику, ну, типа тело, то же самое, ну, мозгу надо было. Это такое, то есть можно опять же говорить, я пробовала и не получилось, и я себя искала и не сработала. Муж говорит, бля, это для чего-то, ну, в смысле, да, это надо было, мозги в порядок привелись. Супер, слушай, возвращаясь к теме в страиле эмиграции, просто тем важной, я хотелось ее затронуть, очень многие люди сейчас уезжают, и уезжают в срочном порядке, и уезжают безвозвратно, и уезжают, заставляя родственников, и глубоко жаль, жаль и тех, кто остается, жаль и тех, кто уезжает, всех жаль. И вот, как проходил твой адаптационный период? Потому что миграция, это все-таки суперстресс для организма. Не мигрировала, ну, переезжала в другой город, могу представить, да, не в другую страну, но это же еще ужаснее. Расскажи про свой путь. Ну, я переезжала с Хабаровска в Краснодар, тогда меня сожрало. То есть, у меня уже был опыт, я понимала, что можно делать, потому что нельзя закрываться. То есть, я на 3-4 года закрылась в Краснодаре, ну, зачем вообще чем-то заниматься буду? То есть, ты переехала из Хабаровска в Краснодар, Я искала, я начала работать в диджитал-агентстве, получала 15 тысяч рублей, я ничему новому там не училась, я поняла, что этого не стоит. Не знаю, это очень долгая история. Ничего страшного, рассказывай. Я решила этим перестать заниматься, и я искала, чем я буду заниматься, и начала мужу помогать, и в его проектах участвовать, на удаленке, и плюс это работать с мужем, с парнем. Это я прям помню. Мне задачу делать или кушать готовить? Кушать готовить. короче, какие-то вот эти абсурдные вещи, но тоже какой-то странный период. И потом, когда мы решили, что мы уезжаем в Австралию, ты все время живешь на чемоданах. Зачем я буду в Краснодаре искать друзей? Ну, я же здесь на 15 минут, ну, в смысле, там, на полгода. Зачем мне искать, там, я не искала никогда физический работ в Краснодаре, что зачем я же уеду? И вот в это вот состояние ожидания, оно отвратительное. И это тоже огромный юмор природы. Когда мы получили приглашение в Австралию, когда я начала раскрываться в Краснодаре, когда мне было суперкомфортно, когда я готова была здесь уже очень долго жить, когда мне появились рилсы, и мне вообще есть чем заняться. То есть, понимаешь, эта Австралия мне уже перестала быть в момент важна, потому что вот я зацвела, чек-ка Австралия прилетела. Вот резко. Когда-то бы ты не могла уехать из Краснодара, не получив вот этот опыт раскрытия. А это просто... Вот это, знаешь, когда тебе сильно надо, ты это не получаешь. Тебе пристает это быть нужным, и это появляется. И то есть вот это тот опыт, что не надо зашориваться, а надо участвовать, активничать и от этого получать окружение. Это у меня сильно сработало в Сиднею, потому что это как-то так. Английский пошла учить, Toastmasters Speaking Club пошла учить, вот эта активность появилась. Я забыла вопрос, как проявляться. Я спросила про твой опыт, как ты пережила миграцию в Австралию. Мы 5 лет из-за того, что готовились. Я уже знала очень много про Австралию, была подписана на всех блогеров Австралии. Я уже знала все плюсы и минусы. Ну, условно, да? То есть это был суперосознанный переезд. Это был переезд по большой любви. Все равно тяжело. Оказалось тяжело. Оказалось тяжело еще, потому что курсы, потому что запуски, потому что то же самое, не то же самое, как у людей, возможно, там. Это подкашивает. Меня не так подкосила эмиграция, сколько то, что три события произошли одновременно. Психика справится с одним, выносливость справится с двумя, но когда три, становится сложнее. И поэтому в этом плане я понимаю своих друзей, потому что я к этому зрела очень долго. А здесь вот эта вот резкость тебя не спрашивает. Вот это очень сложно. Это не творный выбор, да. Да, вот это очень сложно. Единственное, что я могу сказать, и я это подписчикам рассказывала. Когда я узнала, что мы уезжаем в Австралию, мне не так страшно было переезжать в Австралию, как у меня было прям... Я прям чувствовала горевание по Краснодару. И у меня было ощущение, я была прям в потере. Я помню, запуски идут курсы, я просто сажусь в автомобиль, еду в такси, приезжаю в парк Краснодар, хожу и рыдаю. Вот по пространству, по городу. И я-то себе этот опыт разрешила, я порыдала там. У меня был еще момент тоже, знаешь, какой-то хаос, хаос, хаос. Я внезапно говорю, я поехала с подружкой в отель на один день в центр Краснодара. Вот просто поспать, в этом пространстве побыть. И, значит, мы поехали в отель, я там отдохнула, потому что дома сложно с ребенком. И вот, ну, вот это сама, знаешь, какая-то динамика тем. Там переезд, курсы, еще что-то. Ты так уезжаешь, вот ощущение путешествия. Ты в этом же городе, ты в отеле, тебе психики спокойнее. И я иду гулять по Красной. Я гуляю, и я смотрю на этот город взглядом туриста. Такой любви. Захожу в любые кафешки, захожу, ой, я в это пространство никогда не заходила, какой-то магазин. Я зашла впервые в жизни в храм, в Краснодар, потому что думала, когда я еще зайду. Послушала, что там горьешь, какая-то такая прям любовь-любовь, где-то я бы рыдала. Где-то вот. Ну вот это, я просто прожила этап горевания. И когда я уехала в Сидней, ну, то есть, я отпустила Краснодар. То есть, у меня бывает такое, у меня было недавно, что я это рассказывала, я все равно рыдала. Сейчас спокойно. То есть, вот этот вот опыт, именно физический, мне очень помог, потому что не так важен переезд, как отпустить вот прошлое. Да, я знаю, людей, которые живут сейчас в теплых странах и плачут, потому что они видят снега, им очень тяжело это. Ну, видишь, наверное, в теории, это же просто, опять же, для психики нашей, это же опыт, можно прожить из теплой страны. Просто мы как-то, мы сопротивляемся, ты отпускаешь, ты рыдаешь, ты грустишь, и в какой-то момент, вот это, знаешь, это же такое напряжение, это напряжение просто должно спать. И когда ты не даешь себе этому разрядку, ну, люди годами, мне кажется, от этого ощущение, что они годами. Это как, наверное, близкого человека потерять. Это сто процентов, очень схоже. У меня, у меня вообще таких опытов было в жизни не очень много. Вот именно вот, когда я не понимаю, почему у меня психика горюет, я не понимаю, почему я ощущаю потерю, что это такое. У меня было, когда я отключала дочь от груди, вот это вот физическое, типа, все нормально, я вижу ребенка, у меня все хорошо, у меня гормоны бьют, мне кажется, что я теряю. И вот я тогда это ощутила, думаю, офигеть, понимаешь, мозгом ты понимаешь, эмоции тебя бьют. И ты разрешаешь, окей, эмоции побежали, порыдали, истерика, все, легче становится. И вот у меня был, тогда я очень удивилась, возвращаясь к материнству. National Geographic, офигеть, я никогда не знала, что такое бывает. Ты проживаешь этот опыт, ты думаешь, что я уже осознанная, я себя уже контролирую, и потом тебя бьем. И второй раз, когда это случилось с Краснодаром, этому еще надо дать имя. Ты ему даешь имя, ты понимаешь, это горевание. И ты себе его разрешаешь, и спокойнее становится. И потом отпускает. Слушай, ну не у всех была такая ситуация, чтобы они могли попрощаться. Я, кстати, недавно была в парке Краснодара, он меня глубоко впечатлил в первую жизнь. Что вот люди смотрят нас, несчастные, которые сейчас сидят в других странах, уехавшие одним днем, уехавшие без денег, что бы ты им посоветовала? Пройти горевание. То есть признаешь, что тебе горько. Это прорядаться спокойно, поплакать, повспоминать, пообсуждать. Вот, ну как бы, вот это вот, ты же этому сопротивляешься, это словно гадость тебе и живет. Ты ее отпускаешь. Все. Ну, то есть это счастье большое, что у меня была возможность пройтись по Краснодару и это сделать. Но это не значит, что ты не можешь делать это удаленно. Это же из серии, как люди письма пишут родителям, вне зависимости от того, жили они или нет. Это же психике важно. И здесь то же самое, что ты отпускаешь тот опыт, ту жизнь, там, тот город, и тебе легче, вот именно тебе психики, ну, по крайней мере, у меня как бы, тебе психики становятся легче, ты можешь дальше жить. А вот ты тоже пишешь себе письма, да? Вот я пишу иногда будущее. Да, да, да. У меня еще есть, я пишу раз в год, у меня есть такая новогодняя книжка, я тоже лет 10 веду, я пишу, какие события произошли у нас в семье, какие произошли у наших друзей, фотографии за этот год, и какие-то пожелания на следующий год. И сначала это кажется, ну, окей, ну, это, знаешь, понимаешь, это дневник, который не надо вести каждый день, он ведется раз в год. Второй год прикольно, когда пять лет, и ты листаешь, и ты видишь, как ты пишешь, там, Рома встречается с Настей, новая девушка, прикольно, потом в следующий год листаешь, там, Рома сделала предложение Насте, то есть, это так интересно, вот, и вот оно наполняется очень большими смыслами, ценностью, и это уже больше не книжка за 100 рублей из печати, это, ну, это вот прям капитал на всю жизнь, какой-то такой. А про письма в будущее? И на 5, это делать любопытство, потому что нужно выгрузить себя, вот как с курсом, я выгрузила все, потому что надо дальше двигаться. У меня первое, наверное, письмо, которое у меня сработало, оно сработало от боли, вот как раз мы переехали из Хабаровска в Краснодар, я в Хабаровске знаю всех, я такая активная, болтливая, зайду в любой кафе, и все знают, знаешь, вот, свобода, я знаю стоматолог, я знаю куда, швея я знаю куда, я приезжаю в Краснодар, я нафиг никому не нужна, меня никто не знает, у меня день рождения, меня никто не поздравляет, и я еще усугубляю вот это вот, не буду праздновать, не надо мне подарков, отвечать на телефоны не буду, ну, я помню, я купила самое дешевое вино в магазине, села на лавочку, так себя жалко было, напилась, пришла рыдающая, вообще еще мужу нервы потрепало, да, и вот, вот такое наше прям страдание было, и это был такой уровень отчаяния сильный, я села, написала себе письмо, ё-моё, пожалуйста, через год, сама себе, купи платье, сходи на маникюр, ну, если тебе не нравится Краснодар, ну, отметь в каком-то другом месте, а мы в это время квартиру покупали, а мы покупали квартиру, и тогда были модные белые стены, я такая, интересно, а у нас белые стены, типа, как смотрится, получится ли, не получится, а там, собаку вы хотите завести, а будет ли, не будет, ты забываешь еще, особенно после вина, особенно после истерики, именно национальной вот этой вот, разрядки, и все, и получается, мы с друзьями, просто так случайно совпало, мы едем в Стамбул, мои даты, дня рождения, и мы садимся в самолет, я в последний раз проверяю телефон, мне приходит письмо на почту, 4 сентября, за день до, там пишут, как ни херово было, как все плохо, я такой, пожалуйста, отметь день рождения не в Краснодаре, купи себе платье, а как эти белые стены, а я в этих белых стенах живу, понимаешь, уже вот оно уже со мной, вот я еду с друзьями, я купила себе платье, у меня же день рождения, знаешь, и вот это тогда так, минуту отчаяния, это так сработало, и так помогло, у меня бывает, что я чаще письмо, пишу эти письма, не когда все хорошо, я пишу, во-первых, когда плохо, чтобы эмоционально разгрузиться, потому что тогда это было, мне надо было откуда-то скинуть, и часто я пишу это как поддержку себе, это как сама я, заботюсь о самой себе, но никто не сможет со стороны так, как внутреннее вот это вот ощущение, эмоции, и все, и вот когда я вот получаю от себя письма, я чувствую, что я как будто бы о себе позаботилась, из прошлого в будущее, вот такой какой-то состояние, я пыталась написать, пока у меня не хватает осечеств, да, но это, знаешь, может, это не твой инструмент, к примеру, я всегда писала, я всегда писала бумаги, почему-то вот именно в электронном, в ряде, я попробую еще, ну вот видишь, я дочке, я завела тетрадку, я дочке пишу письма, и они такие, так интересно, они все про то, что я ее люблю по факту, да, ой, это самые важные письма, которые могут быть, но знаешь, так интересно, и я их не пишу по датам, очень знаешь, как бывает, что-то случилось, я себе неправильно повела, я пишу и объясняю, почему, я, оказывается, материнскую никто не учит, ты учишься по пути, да, по пути, да, и я объясняю, в чем была моя мотивация, почему я так себя повела, она даже это не вспомнит, да, возможно, она неосознанна, но мне важно это профиксировать, что, что бы я ни делала, мотивация была любовь, а еще у меня был очень интересный случай, у меня рилы запустились, у меня все пошло, и, ну я же такая чуть-чуть, с розовыми очками, со своими, да, со своей какой-то, вот мечтами, и на меня сыпется какой-то такой, ну чуть-чуть, где-то хейп, где-то грязь, что-то вот какие-то, мне чуть-чуть непонятно, потому что это не моего формата жизни разговоры, и я помню, мне написала девочка, с которой мы занимались дебатами, и она написала, такой классный момент, а я, короче, я занималась дебатами на английском языке, где главный принц, если ты выигрываешь конференцию в России, то ты едешь в Америку, представляет Россию, на другой, международной конференции в дебатах, и надо было это выиграть, ну это батл, ну то есть там, у тебя сто с чем-то делегатов, возьму только 10, и вы бьетесь, и я никому не говорила, но мне хотелось, и я помню, что девочка, с которой мы очень хорошо общались, понимаешь, я ей доверяла, и я слышала, как она однажды говорит кому-то по телефону, но у маляки, конечно, нет шансов, и меня это так, короче, скинуло, и я была, из-за этого мне так по самоуверенности ударила, я была так удивлена, что я выиграла конференцию, считала, что я этого не заслуживала, и спустя 15 лет, я делаю релиз, и она мне пишет, я тогда завидовала, я тогда хотела, короче, ну, ну, какой-то вот такой вот, типа, я понимаю, извини меня, и это оказывается так важно, она мне это сказала, и мне с этим уже опытом ничего не сделать, но я могу передать дочери, я написала эту историю дочери, про то, что по херу кто что говорит, ну, примерно, нафиг, иди своей дорогой, пойми, что, ну, знаешь, ты просто, когда, о, меморожки-то пошли, ты когда слышишь этот опыт, ты его допускаешь, и когда ты в следующий раз ты услышишь, ты уже будешь знать, оказывается, это может быть неуверенность в себе, оказывается, это может быть засть, то есть мы с этой девочкой прекрасно общаемся все это время, у меня нету к ней ненависти, у меня нету огромной любовь, благодарность, и она в такое классное время мне об этом рассказала, вот когда я запускаю релиз, мне нужна поддержка, и спустя 15 лет, она это вспоминает, и это такой опыт классный, во-первых, он мне помогает, что с ним дальше делать, ну, вот я вот дочери предсказала, мало ли что у тебя в жизни случится, вот знаешь, что вот у меня было вот так, вот и какие-то такие вещи, когда просто я думаю, окей, я хочу, чтобы это рассказать, вот я это записываю. Часто ты в своей жизни сталкивалась с расизмом? В детстве, мне кажется, мне называли какие-то йозы, что-нибудь такое, ну, то есть у меня было прям вообще в детстве, ну, типа там в школе, а-ля 7-8 лет, там может до 10-12-15, что-то такое, как я, я как-то рассказывала, я чувствовала себя поломанной, ну, что-то со мной не так, супер мне помогло, когда я начала приглядываться к людям, я поняла, что все поломаны, вот мы все поломаны, ну, типа, это не во мне что-то, вот, ну, вот у каждого из нас, знаете, кажется, что чужой семь, что моя семья какая-то странная, а в другой дети живут лучше, что там более понимающие родители, мама добрее, что угодно. Потом, спустя время, мы встречаемся старше, и оказывается, что у каждого в семье были свои тараканы и что-то угодно, и тебе кажется, что то пространство, в котором ты живешь, это там 100% того, как не должно быть, а ты оказываешь, а потом ты начинаешь благодарить, потому что оказалось, это 3% от того, что может быть, вот таких вот вещей, поэтому такого расизма прям где-то в детстве, я не знаю, почему он меня так сильно не коснулось, то есть мне было нормально, там, казах, ну, мне казашкой не называли, да, еще в Дальнем Восток, там очень много из Китая людей, из Кореи, ну, как-то... А потом, когда Юсу начала вести и вышла на аудиторию? Нет. О, ну, это вот, кстати, что я сегодня рассказывала, у меня случилась другая проблема, что я, когда выпустила тикток на английском, я говорю, я азиатка, а муж у меня европейец, и у меня люди начали писать, что я колонизирована, что я визу, и ради визы с мужем, что хватит говорить про расу, вы надоели, и я так удивилась, вообще другой какой-то паттерн, оказывается, про расу говорить нельзя, ну, белым так вообще, условно белым, но оказывается, и азиатам, и очень хорошим, ну, короче, это просто такая, вот, в той части общества, скажем, это такая красный флаг, это тема, которая просто не поднимается, да, это просто diversity, мы принимаем это как факт, что мы вот такие вот разные, что-то еще про расизм хотела сказать, меня очень сильно закалила семья сама, потому что меня в семье больше всего гнобили за то, что я темненькая, ну, я темнее своей семьи, ну, вот просто по коже, а что у меня фигура какая-то, знаешь, не такая вот, все про что, ну, у нас в семье принято там, типа, говорить как есть условно, из-за того, что... Я тебе правды, добра живаю, через правду. Из-за того, что, ну, они так меня закалили, ну, никто не мог меня больше, чем они закалили. Ну, в смысле, вы слышали, что вы мне в семье говорят? Ну, как бы, вы вообще... Поработайте еще, наоборот, жили. Я говорю, вы можете делать с ними, что хотите. Они выдержат все эти волосы, потому что в детстве их закалили. Поэтому очень круто, что ты... У меня нет детей, но я уже так благодарна от твоей дочери тебе за то, что ты пишешь эти письма, что в каждом просто я тебя люблю, а больше ничего не надо. А, знаешь, я даже... Просто все, что я делаю, даже неправильно делаю, и все равно делаю это с позиции, потому что я тебя люблю. Даже если я ошиблась, я готова это признать. Это ошибка. Я думала, что так, короче, будет лучше из этой серии. ну, короче, какие-то такие вещи. Про расизм у людей, вообще у общества, меньше вопросов от уверенности в себе. То есть, знаешь, в чем дело? Если они видят рамку, они в нее ковыряют. Ну, то есть, меня пытаются, там, не знаю, мне пытались, не знаю, и друзья, и кто угодно ковыряют. Не ковыряется там. Ну да, то есть не попадают в себя. и типа, окей, ну и все, и попадает. И, это, возможно, различные границы. Когда я слышу, что обижают моих друзей по религии, по питанию, по мировоззрению и так далее, я просто говорю, я не хочу что-то слышать. Это ненормально так говорить, это ненормально, не говори так, мне не нравится. Мне не нравится, это неуважение, и все. То есть у меня было, я перебарщиваю иногда, ну, такой от дерзости, да, ну, как умела, так и сказала. Сейчас я уже мягче, ну, и люди, как будто бы, знаешь, у меня в окружении мягче. Но они фильтруются же все. Ну, то есть сейчас таких вообще вопросов нет. Но я знаю, что мне пару раз в жизни было, у меня, ну, я друзей защищала было. Он как бы не то что защищал. Ну, что за херня? Это ненормально-то говорить. Я не хочу это слушать. Все. Это, наверное, это люди называют личные границы, возможно. Слушай, а вот что бы ты сейчас сказала людям, которые внешне отличаются от других, которым очень сложно? Прикольно, что окажется, что это ваши суперспособности. В этом окажется огромная ваша сила. Особенно в детстве. Вот. В этом окажется, что в этом самый сок. Все, что мы в себя подавляем, придурковатость, что угодно, это и самое классное. Это то, что нас отличает. Это то, чем выделяемся. И зачем хотят эти люди? А внешность? В том числе. Ты увидишь, у меня сработала казашка, которая учетерился из Австралии. Да, это круто, микс. Самое прикольное, что казахи не понимают, почему я говорю про казашку. Я их понимаю. Ты же сам представляешь, ты говоришь русская, которая учетерился. Ну и вообще, в целом, говорить про национальность, ну такой, уже в современном обществе тоже мобетонно, то есть нельзя. Но, одно дело, я не понимала, почему все время говорят про казашку. Ну что за фигня? То есть я это не вижу вообще. А потом, окей, это существует, это будет, ну типа, часть бренда, часть, ну какое-то такое. Я начала это говорить в позитивном ключе и нормально, и мне кажется, это то же самое, как с красной шапкой, когда это просто уйдет и достанется одна мальяка. Ну такой этап, видимо. Ну было такое, что мы все время акцентировали, что я казашка. Ну меня не сильно цепляло, сейчас это работает в часть меня, потом это вообще перестанет иметь значение и пойдем дальше. Ну вот эта вот отличительная, любая отличительная черта, она становится потом нашей суперспособностью. Вот спустя, опять же, спустя время ты это замечаешь. В детстве скажи мне. Ты просто супергерой. Ну типа скажи мне в детстве, что это будет, ну типа классно, что там мой характер, моя внешность, это что угодно. мой темперамент. Типа что это тебе все поможет? Моя болтливость, мы можем понять это. Ты это в себе подавляешь, а потом, когда мы взрослеем, мы идем и нам надо все вернуть. Потом появляются курсы про раскрепощение. Тебе надо вернуть себя и придурковатость, и разрешить эту внешность, и все. Потому что в этом твоя главная сила. Потому что, как ты говоришь, двух одинаковых в National Geographic нет. В том-то и дело, что знаешь, в чем еще дело, мы пытаемся быть одинаковыми, из этого мы все серы. Выделяются, и для меня это часть харизмы. Харизма это какой-то комфорт с собой, вот уверенность с собой. Выделяются те, кто больше с собой в балансе, принимают вот это вот разное, естественные, живые. Вот для меня вот это вот часть харизмы какой-то. Если бы у тебя была возможность совершить любую дурость на свете, вот любую, которая придет тебе в голову, не имея никаких последствий, что бы ты сделала? Почему ты подумала прыгнуть с парашютом, потому что вроде хочется, а не хочется? Я завтра прыгну. О, прикольно, в Дубае. Прям здесь и надо. Дурость, из-за нее нет последствий. Отчасти мне кажется, что то, как я живу, это есть дурость, когда нет последствий. По факту. Вот у тебя есть какая-то в голове, ты это все делаешь. Ну, а нет последствий, потому что у тебя есть ощущение, что у тебя нет конфликта с собой, ты проживаешь свою жизнь. Значит, вот так это надо делать. Ну, вот ты прыгну с парашютом, лежи в свою жизнь. Хорошо. И второй вопрос. Вспомни себя 10 лет назад. Что бы ты, моряка, себе то и тогда сказал? Все того стоит. Просто. Если опыт, который есть, он все того стоит. Он все для человека. Это вчера мы были на конференции, это, кажется, рассказывала Лена. А, нет, это мне девочка, что-то рассказывала. Спикер говорит. Вот представьте, ваша жизнь заканчивается. У вас есть последнее слово, что вы можете сказать людям, миру. И та фраза, которую вы скажете, это и есть ваша ниша. Это то, чем вам надо заниматься и то, чем вы говорите. Вау. Да. То есть вот в моменте жизни ты понимаешь, что важно и что не важно. И я понимаю, что в этот момент я скажу, ёбра сатэ, это все того стоит. Вот. Ну, то есть, как бы по этому 20-летней я говорю, это все того стоит. Ошибки, проблемы, ощущение, что я не нашла себя в жизни. Нам лет 100 жить. Нормально, что в 20 лет ты не знаешь, что ты будешь делать. Я в 20 лет не знала, что парень, с которым я встречаюсь, за него замуж выйду. Знаешь, это все вот, это все непонятное. Классно наслаждаться. Опять же, нам никогда не будет снова 20. И это все того стоит. Вот. Ты будешь реанимировать гостю. Вот так руку подними. Вот так. Это ты сейчас, я. Так, восьмой раз попытка начать. Давай. А теперь вы смеетесь молча. Субтитры сделал DimaTorzok